всем привет друзья меня зовут слава мистер фрэнки и мы снова находимся на канале music magtv сегодня мы продолжим наше видео по фишкам и трюкам и разберем какие-то опять рандомные способы которые я открыл для себя за эти пару лет первое о чем я хотел бы рассказать это извлечение лэйра или пэда драм-машины с сохранением миди партии извлечение на новую дорожку как видим я вытаскиваю хэд и он извлекается на новую дорожку с сохранением всей миди партии точно также их можно было и копировать версии битвик 1.3.6 если мне не изменяет память завезли так называемый чок это значит что пэды наконец-таки научились друг друга перекрывать что-то похоже на моно режим в любом синтезаторе самый классический прием это хэд ну неважно какой и открытый хэд ну например соответственно если мы хотим чтобы этот хэд прерывался разумеется нам нужно открыть релиз если мы хотим чтобы этот хэд прерывался после того как мы его якобы закрываем нам нужно сделать так чтобы он подавился от нашего закрытого хэта и теперь мы слышим что он закрывается теперь я вам расскажу что такое релиз и стил релиз я догадываюсь что вы все прекрасно понимаете что такое релиз а вопросы о том что такое стил релиз я встречаю в своей группе уже не впервые и так классический релиз мы дали краткосрочный меди сигнал но сэмпл проигрывается в соответствии со временем релиза это в данном случае 10 секунд и дело все в том что каждая нота сама по себе монофоническая то есть сэмпл не может наложиться сам на себя несмотря на то что у него 10 секундный хвост за счет того так и именно за это отвечает параметр стил релиз если мы его открываем полностью соответственно амплитудный релиз должен быть открыт в это время и мы услышим как одна и та же нота один и тот же пэт не будет прерывать звучание вот этого 10 секундного хвоста едем далее браузер в битвик studio 1.3.9 научился определять пресеты от всех устройств компании и ухи урс хекман если я не ошибаюсь и мы видим что все пресеты отсортированы по категориям и имеют значок буковки и также здесь мы можем видеть создателя пресетов здесь я также могу найти себя и все те пресеты которые я сохранял непосредственно в синтезаторе zebra и для демонстрации сохраним его как square 3 и через несколько секунд пресет появляется в нашем браузере ну и разумеется выполнять навигацию мы можем по всем устройствам то аудио будь то аудио устройство или синтезаторы небольшая но очень приятная функция это баунс дорожки мастера идет захват всего сигнала с мастер трека и мы имеем фрагмент нашей аранжировки в проекте на новой дорожке это может быть удобно для построения формы трека для интро для каких-то там эффектов и так далее то же самое актуально и для сенд каналов давайте попробуем послать на супер холл какую-то перкуссию при помощи инструмента time selection выбираем время которое нам нужно сбаунсить и делаем баунс на новую дорожку вот мы видим реверберацию ну простейший прием старый олдскульный эффект это восходящая реверберация или как реверсивная реверберация еще одна моя фишка связанная с драм-машиной это регулировка параметра pitch у всех загруженных сэмплов сразу для этого мы открываем панель макрос берем любой макрос и делаем его биполярным это значит что центр его будет находиться на 50 процентах берем первую ячейку назначаем макрос на параметр pitch в принципе сколько вам угодно и здесь внимание нажимаем правую кнопку и копируем модуляцию нашего макроса на все ячейки эта команда работает не только для печи для любого параметра который вы так назначаете в драм-машине или в лэйрах и теперь макрос pitch отвечает за весь пич в нашем клипе то же самое можем проделать и с фильтром мы выбираем тип фильтра нажимаем правую кнопку копируем положение этого параметра на все ячейки будь у нас их 5 как моем случае лет 25 выбираем нужное нам положение фильтра так же копируем его на все ячейки пожалуй закрою полностью назначаем на него макрос копируем всю модуляцию во все ячейки и имеем фильтр также на фильтр можно назначить встроенную в сэмплер огибающую точно также назначаем на любой ячейки глубину огибающей копируем во все лэйры и начинаем настраивать adsr попутно пробрасывая значение каждого параметра в каждый лэйр еще одна полезная горячая клавиша которую я всегда использую это клавиша вызова панели проекта тут мы можем хранить информацию о проекте и также заниматься менеджментом файлов первое что я всегда рекомендую делать когда вы закончили проект это сохранить все сэмплы используемые в проекте вместе с проектом то есть в папку здесь мы можем выбрать сторонние сэмплы и сэмплы которые входят в стандартную библиотеку которая поставляется с битвик studio сохраняем их все в папку пропадают все значки и далее мы нажимаем кнопку удалить неиспользуемые и как видите все это осталось со времен старта проекта и все это как правило нам не нужно единственная оговорка если вы используете сторонние сэмплеры типа контакт или в ювай фэлкон или что-то подобное то таким образом можно случайно удалить используемые сэмплером сэмплы уж простите за тавтологию либо если вы знаете каком сэмпле идет речь исключите их галочками и удалите все не нужно еще одна небольшая фишка эта навигация по проекту как вы знаете двигаться влево вправо и регулировать зум мы можем зажатым колесом но если к этому колесу прибавить еще и alt то появляется такая рука и мы можем двигаться по проекту и горизонтально и вертикально теперь небольшой приемчик по созданию сцен для тех кто готовит живое выступление на битвик студию мы выделяем нужные фрагменты нашей песни при помощи инструмента time selection и тянем его на сцену все сцена готова у всех клипов автоматически включается луп и как видите не приходится ничего рендерить как в других программах вся иерархия клипов и автоматизации соответственно сохраняется тоже здесь же в лаунчере кликнув два раза по групповому мета клипу мы попадаем в многослойное редактирование этого самого клипа еще одна особенность редактирования заключается в том что клика по определенному месту клипа редактор piano roll следует за вашими движениями и конечно же весь этот мета клип или даже всю сцену можно сохранить в браузере и прослушивать из него же вернемся к устройствам здесь есть одна маленькая незадокументированная хитрость по созданию лееров например лееров инструментов мы возьмем полисинт и возьмем еще какой-нибудь синтезатор зажав кнопку shift и перетягивая устройство друг на друга мы можем создавать лееры о чем нам сообщает подсказка на нижней панели в битвик studio доступен такой тип редактирования как ripple edit это значит что дублируя определенную часть нашей аранжировки мы не заменяем прочий контент на таймлайне а отодвигаем его то же самое актуально и для дорожек и даже для пустого места дублирование происходит через клавишу команд shift d а удаление фрагментов происходит через shift backspace или длит это тоже может помочь вам сэкономить время и кстати рекомендую вам почаще обращать внимание на нижнюю панель на ней пишутся подсказки новые незадокументированные особенности битвик studio например как баунс на лету это значит что захватив какой-то клип зажав нужное сочетание клавиш в нашем случае это control shift и происходит баунс на лету то есть после того как мы отпустим наш клип он уже превратится в аудио ну и напоследок мучающий многих вопрос редактирование силы нажатия нот первый вариант редактирования волосите это когда мы извлекаем на то то есть мы делаем двойной клик второй клик мы задерживаем и двигая курсор мыши вверх-вниз мы регулируем силу нажатия влево вправо длину ноты выглядит это вот так если вас раздражает предпрослушка ее можно выключить вот здесь а что касается нот которые уже созданы редактировать силу нажатия можно при помощи сочетания клавиш command alt и shift на сегодня это все подписывайтесь на нашу группу вконтакте где вы всегда можете найти все самое свежее из мира битвик studio а также на youtube канал music mac tv где мы ведем наш видео дайджест до новых встреч пока